Для меня великая честь надать слово с первой доповедью Ирине Миколаевне Карабань, лидеру в дослежениях порога Паркинсона. Ирина Миколаевна, прошу, будь ласка. Спасибо, Наталья Юрьевна. Добрый день, добрый день, коллеги. И я хочу выразить благодарность нашему конгрессу, что в рамках этого мероприятия, очень важного для нас геронтологов, проводится вторая конференция, посвященная болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона. И все это, очевидно, вы уже понимаете, совершенно не случайно, потому что много лет назад и всю нашу жизнь нас сопровождает те идеи, которые вложил в нас Никита Борисович. Это было давно, это было правда. И на самом деле Никита Борисович сказал о том, что возрастные биотрофические изменения в коре и подкорковых структурах обнаруживают принципиальное сходство с изменениями, свойственными болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера. Эти заболевания вырастают из проявлений старения, когда дополнительные декомпенсирующие факторы превращают скрыто текущие нейродегенеративные процессы в манифестные клинические синдромы. Понимаете, вот такую фразу, такую идею, такой посыл можно было дать много лет тому назад, и как это нужно было предвидеть, что действительно сейчас болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера, они лидеры в заболеваниях, будем говорить, центральной нервной системы, нейродегенеративные заболевания, которым уделяется колоссальное место сейчас в умах и чувствах, и деятельности. Далее, в результате возрастные изменения центральной нервной системы облегчают развитие патологических процессов и делают относительно четкими нозологические границы в пожилом и старческом возрасте. Очень важно и очень интересно то, что тогда еще Никита Борисович не представлял до какой степени изменения нормального старения и при заболеваниях, связанных с нейродегенерацией, то есть с болезнью Паркинсона, идут параллельно. Они идут до такой степени параллельно, что нормальное старение имеет тенденцию акцентировать свои изменения нейромедиаторные в мозге и формировать заболевание нозологическое, которое имеет отношение к нейродегенерации. Болезнь Паркинсона шифруется G20. И симптоматика в настоящее время очень полиморфна, многогранна. Она включает моторные и немоторные компоненты. Она включает то сопровождение этих состояний у человека, которые делают его не совсем функционально активным, которые дают нам большое поле деятельности для того, чтобы думать почему, потому что нужно делать так, как это гармонично надо сделать. И работать с пациентом нужно, учитывая эти все комплексы влияния на функциональную активность мозга. В настоящее время патология мозга при болезни Паркинсона рассматривается как стадийность течения его по браку. Это очень известная картинка, которую мы очень часто показываем, когда собираемся с нашими коллегами. И в соответствии с этим мы можем сказать, что даже если бы не было теории брак, то мы бы все равно понимали, до какой степени болезнь Паркинсона является хроническим прогрессирующим заболеванием. И стадийность течения определяется очень четко на уровне позитронно-эмиссионно-томографических исследований. Течение этого заболевания очень такое коварное, я бы сказала, и в то же самое время прогнозируемо в течение многих лет, когда мы знаем, почему это все возникает. Мы знаем о том, что с возрастом теряется 50-60% дофаминергических нейронов, и до какой-то степени эта потеря компенсирована, пока не возникают симптомы болезни Паркинсона. И эти симптомы, моторные и немоторные, являются большим полем деятельности для ученых, неврологов, фундаменталистов и клиницистов. Клиническая симптоматика, ассоциированная с болезнью Паркинсона и прогрессом, укладывается в очень широкий диапазон симптомов. Вы их здесь видите на разных стадиях течения заболеваний. Это продромальная болезнь Паркинсона, ранние стадии ее, средние выраженности стадии и выраженной стадии. В зависимости от этого мы потом и можем планировать наши взаимоотношения, будем так говорить, с пациентами, имеющими ту или иную стадию на стечение заболевания. Сейчас является уже четко обоснованным в соответствии с теорией брак, что потенциальные немоторные симптомы возникают очень много раньше тех моторных, которые формируют потом, будем так говорить, внешний облик этого пациента. И принципы этой организации. Периферия, центр уложены сейчас в ось мозг, кишечник, микробиота, которому тоже очень много уделяется внимания. У нас в институте ведутся эти работы. Работы идут абсолютно синхронно с теми акцентами, которые делаются в мировых исследованиях. И вот сейчас клиническая диагностика и критерии клинической диагностики четко совершенно определены. Это современные знания о том, как мы должны видеть это заболевание, приводят к пересмотру в значительной степени дефиниции болезни Паркинсона, когда возможно будет даже преклиническая стадия болезни Паркинсона выставляться как первая, премоторная как вторая и стадия 3 как моторная. Но это все то, что требует сейчас обсуждения, и этому посвящено очень много исследований, которые опубликованы, конечно, в нашем ведущем журнале Movement Dyservice. Клинические диагностические критерии – это красные флаги, о которых мы знаем, для того, чтобы можно было похожие на болезнь Паркинсона симптомы не рассматривать в качестве лидирующих в той или иной симптоматике, которая, нам кажется, формируется как истинная болезнь Паркинсона. Основы заболевания, молекулярные механизмы. Я почему на этом останавливаюсь? Потому что эти основы дают возможность и различных терапевтических стратегий в отношении пациентов – это активация метахондриальной дисфункции, процессов оксидантного стресса и генетическая составляющая этого заболевания, которая сейчас тоже является лидирующими исследованиями, потому что дисфункции метахондрии, которые связаны с свободными радикалами, эксайтотоксинами, очень взаимодействуют с различными генами Паркина. И эти гены в настоящее время являются картированными, они очень влияют на степень выраженности заболевания, формирование различных форм болезни Паркинсона. В частности, вот здесь показан главный ген ПАРК-2 – генетико-ригидная форма болезни Паркинсона. Вот эти все патогенетические звенья дают взаимоотношение между старением нейродегенеративными заболеваниями на одной пато-морфологической основе. Естественно, возникает вопрос, что новое сегодня мы знаем о болезни Паркинсона, что нейропатология – это распространенность патологии согласно БРАК-стадиям. Мы с этим сейчас работаем в практике. Немоторные симптомы заболевания – это те симптомы, которые являются лидирующими в ранних стадиях и потом на более продвинутых стадиях заболевания. С ними нужно очень и очень осторожно и аккуратно работать. Премоторная фаза имеет большое значение, особенно у тех людей, у которых есть родственники больной болезни Паркинсона. И этиология заболевания в значительной степени имеет отношение к генетическим формам болезни Паркинсона. Как же складываются основные направления лечения? В нейропротективной, нейрорепоративной терапии вы видите это патогенетическое и симптоматическое. Почему они уложены в один блок? Потому что симптоматическое лечение имеет значительную степень и патогенетическую роль. Терапевтические стратегии в лечении болезни Паркинсона выложены здесь, на этой прямой, поскольку это не просто возникшие отдельные исследования, это последовательные, логичные исследования, которые проводились по разным классам лекарственных препаратов. Вы здесь видите леводопу, вы здесь идиамантадин, вы видите здесь сочетание леводопа с ингибиторами дофодекарбоксилазы. Мы видим здесь препараты, ингибиторы МАОБ, которые входят в патогенетическое кольцо формирования симптоматики, тригексифенидил и препараты современной, последнего поколения, которые имеют очень важное значение, потому что это препараты пролонгированного действия, на которых мы будем сегодня отдельно останавливаться. Все, что сейчас сделано в настоящее время по ведению пациентов, суммировано в рекомендациях Европейской Федерации Неврологических Обществ, и оно опубликовано. Мы имеем основание говорить, что мы не занимаемся сепаратным лечением, мы занимаемся лечением согласно международному протоколу ведения этих пациентов. Мишени действия лекарственных препаратов показаны на этом слайде, где синапс дофиминергический имеет близинаптическую, постинаптическую часть, и там имеют свое место локализации те лекарственные препараты, которые в настоящее время находятся в нашем арсенале лечения. Конечно, симптоматический эффект отдельного класса лекарственных препаратов не всегда можно дифференцировать от его способности реально менять естественные течения нейродегенеративного процесса. Мы не можем себе представить медовый месяц, так называемый, течения заболевания без назначения каких-то препаратов. Они берут на себя контроль медиаторной функции мозга, они в значительной степени формируют потом и функциональное состояние пациентов, и, конечно, когда-то наступает период, когда нужно очень активно внедряться для того, чтобы можно было формировать комплексную патогенетическую терапию этого заболевания. Поэтому, если первым пунктом мы говорим, что нейропротекция является, будем так говорить, ну, инициальным, что ли, каким-то звеном в нашем лечении, то эти пути нейропротекции могут быть совершенно разноплановыми, и дофаминергические пути имеют такие представители, как агонисты дофаминовых рецепторов, блокаторы НМТ-рецепторов, ингибиторы МАОБ. Я не говорю здесь о леводопе, потому что леводопа, как золотой стандарт лечения, это тот класс лекарственных препаратов, к которому приходят все пациенты по мере течения заболевания. Мы знаем и что такое нейропротекция. Нейропротективная стратегия является основой для предупреждения патологических каскадов, ведущих дисфункции нейронов или гибели клеток. Поэтому, если это доказуемо, если мы работаем под флагом, будем так говорить, доказательной медицины, то мы можем иметь основания говорить о том, что все-таки нервные клетки имеют способность к активному межассоциативному взаимоотношению. Эти взаимоотношения особенно показаны, когда мы видим исследования шведских ученых, например, здесь ежедневно в области гиппокамба рождаются примерно 1400 новых нейронов. Это исследование, которое дает нам основания мечтать о возможности, допустим, влияния на симптоматику даже на доклинической и на самых ранних стадиях течения заболевания. И вот какие же доказательные моменты есть для того, чтобы мы могли говорить, что один из многих классов лекарственных препаратов действительно работает как нейропротектор. Хотела бы показать вам исследование по пронепиксолу, который может менять течение моделированного паркинсонизма на МПТП модели болезни Паркинсона. Этот препарат разрушает модель и животное, будем так говорить, выздоравливает. Тут есть еще и моменты, связанные со сравнением разных классов лекарственных препаратов, которые влияют на нейромедиаторную гармонию мозга. Пронепиксол или водопа мы видим, что преимущественное назначение пронепиксола дает возможность сохранить ход течения этого заболевания и уберечь пациента от прогресса. Вот здесь это когортное исследование, которое было опубликовано во втором году, очень имеет большое для нас значение. И вот амантадин и нейропротекция. Это тоже класс препаратов, который сейчас является для нас одним из моментов нужных в комплексном лечении заболевания. Вот пациенты, которые принимают амантадин, имеют, ну вот здесь достоверно показано, что лучше влияет амантадин, когда мы смотрим показатели продолжительности жизни в этой когорте пациентов, которые именно получали амантадин, нейропротективный эффект. И такие моменты, как различные формы амантадина, сульфатная форма, гидрохлоридная форма амантадина действуют по-разному. Обратите внимание, что вот амантадин сульфат имеет более пролонгированное влияние, то есть оно в течение дня работает более мягко, более регулируемо и более управляемо в комплексном лечении больных болезней Паркинсона. Очень хотелось бы вам показать несколько исследований, которые прошли, кстати, и говорят о механизмах влияния амантадина у пациентов, которые заболели COVID-19. Рецепторы, которые находятся на мембранах наших нейронов, экспрессируются в центральной нервной системе, включая кардиореспираторные нейроны ствола мозга. И по результатам экспериментальных исследований было выставлено предположение, что нейроинвазивные эффекты SARS-CoV-2 могут играть роль в патогенезе респираторных повреждений, встречающихся у пациентов с COVID. Поэтому два независимых механизма влияния амантадина были показаны на смягчение последствий COVID. Ну и здесь рассматриваются, конечно, вот эти возможные влияния на то, чтобы ингибировать эту респираторную недостаточность, что связано с тем, что в тканях легких и в дыхательных путях млекопитающих обнаружены НМД-рецепторы, тропные к амантадину. Эти гипотезы очень сейчас обсуждаются, поскольку амантадин было показано сейчас, это было очень экспресс сделанное исследование на небольших популяциях людей, но тем не менее оно сейчас обсуждается очень активно, может блокировать веропариновый канал COVID-19 и подавлять лизосомальные ферменты, которые имеют отношение к репликации инфекционного вируса и улучшению клинических результатов. И вот здесь, в частности, показано, до какой степени на каких-то исследованиях отдельных мы видим, что ни у одного из пациентов, принимавших амантадин, длительно не было клинических проявлений или не было клинических проявлений инфекционного заболевания, или оно не приводило к каким-то фатальным исходам. То, что касается амантадинов, это препараты тоже перспективные в том плане, что они работают на прогрессирующие формы заболевания. И вот последние данные FDA, которая утвердила препарат Гоковри для лечения осложненных форм, лечения болезни Паркинсон, леводопоиндуцированной дискинезией. Препарат очень новаторский, амантадиновый, и я думаю, что это перспектива. Какие же у нас есть преимущества вот этих пролонгированных форм современных противопаркинсонических препаратов? Трудно себе представить, какое количество лекарств одновременно должен принять пациент. Он не может все механизмы действия классов лекарственных препаратов уложить в одну таблетку. Поэтому приходится надеяться на то, что новые формы лекарственных препаратов действительно будут для пациента важными для соблюдения режимов лечения при болезни Паркинсона. Мы говорим сейчас о приверженности к терапии. Вот несоблюдение режимов лечения уменьшает эффективность терапии, ухудшает симптоматику, приводит к пульсирующей дофаминергической стимуляции и осложнениям, способствует развитию моторных осложнений у пациентов. Приверженность терапии выражается, как правило, в процентах. При исследованиях глобальных, которые ведутся, приверженность времени приема и количества доз. Принятые должные временные интервалы на общее количество принятых доз – это и есть приверженность. Посмотрите, что происходит у пациентов. Когда они принимают более пяти препаратов одновременно, конечно, общая приверженность падает. Что происходит, когда количество приемов в день мы должны рассматривать? Приверженность дням приемов, конечно. Чем дольше препараты принимаются, тем хуже. Есть возможность соблюдения режимов лечения у пациентов. И очень потом становится невозможным работать с такими пациентами, когда они не соблюдают те схемы лечения, которые мы должны им предложить. Это продолжение этих исследований, четырехнедельное многоцентровое исследование по изучению приверженности пациентов с болезнью Паркинсона было проведено. Очень исследование такое, которое дает основания нам думать, как же нам все-таки в этой ситуации работать. Выводы были сделаны такие, что соблюдение режима лечения значительно улучшается при приеме лекарственных средств один раз в день в сравнении с препаратами, которые назначались для более частого приема. Поэтому перспективы, конечно, за препаратами одноразового приема в день. Двойное слепое плацебо-контролируемое исследование с двойной имитацией предусматривало изучение эффективности и переносимости одномоментного переключения пациентов с премипексола быстрого освобождения на премипексол пролонгированного действия. Увидите, что успех этого переключения определяли в конце девятой недели как отсутствие ухудшения оценки по шкале ЮПДРС 2 и 3 на более 15% от базового уровня и отсутствие побочных реакций. У пациентов, которые были переведены на пепексол пролонгированного действия, то есть однократная доза в день, без необходимости в адаптации дозы, этих пациентов было больше, чем те, которые были переведены на премипексол, но требовали адаптации. Поэтому тут есть очень четкое положение о том, что переход с премипексола быстрого освобождения на пролонгированный препарат происходит одномоментно, без необходимости адаптации к дозе. То есть соотношение абсолютно однозначное, один к одному. Здесь трехнедельное исследование, рандомизированное, в котором изучалась клиническая эффективность монотерапии премипексолом XR в сравнении с премипексолом IR и плацебо, показала эффективность на ранних стадиях болезни Паркинсона. Это видно здесь совершенно высоко достоверные изменения в сравнении с плацебо уже на четвертой неделе. На поздних стадиях болезни Паркинсона это исследование тоже было проведено в сравнении. Оценка клинической эффективности проводилась по шкале ЮПДРС в сравнении с базовым уровнем на 33 неделе. И значительное улучшение моторных симптомов, показатели ежедневной жизнедеятельности выявлены на четвертой неделе в сравнении с плацебо на поздних стадиях лечения заболевания. Вот это сравнительные такие доказательные исследования, которые показывают, что преимущества препаратов однократного приема в день значительно видны в клинической практике. Ну и пролонгированный препарат, конечно, действует в значительной степени на симптомы депрессии. И мы видим, что состояние, качество жизни пациентов значительно и значительно становится лучше. Последнего поколения разработанные препараты – это оральные агонисты с продолжительной элиминацией. Это препараты, здесь показаны вам. Это подкожные инфузии апоморфина, это трансдермальная аппликация пластыря. И вот хотелось бы остановиться еще на одном классе препаратов, который очень важен в данной ситуации, как высокоселективный ингибитор МАО-Б. Препарат назначается тоже однократно в сутки. Это все препараты, имеющие отношение к розогелину, как ингибитору МАО-Б, один раз в день показан для лечения болезни Паркинсона в качестве монотерапии и комбинированной терапии с леводопойно-развернутой стадии. Конечно, антиапоптетические эффекты розогелина доказаны в экспериментах и на клинических исследованиях. Они говорят о том, что действие розогелина касается многочисленных метахондриальных механизмов, которые предотвращают апоптоз клеток. Здесь исследование АДАЖО, которое вы знаете, мы об этом говорили, когда встречались и ранее в этой группе, в этом классе лекарственных препаратов, они показывают, до какой степени разнится кривая действия этого препарата на моторику пациентов в отношении с плацебо на 38% имеют отношение. Это препарат к контрольной группе. Много здесь есть у нас слайдов, подтверждающих, что розогелин снижает выраженность двигательных симптомов, сокращает двигательные флюктуации. Он в комбинированной терапии с препаратами леводопа применяется, достоверно уменьшает длительность периода выключения, тяжесть ОВ-периодов и клинически значимо сокращает время выключения при добавлении комбинированной терапии препаратами леводопы. Застывание при ходьбе уменьшает выраженность симптомов периода выключения в течение суток. И это клинически, когда проявляется, пациенты чувствуют себя абсолютно по-другому. Ну, говорили и о том, что леводопа является протектором, для возможности прогресса заболевания. И все пациенты в определенной стадии заболевания приходят к леводопотерапии. Почему я показала этот слайд? Потому что тут есть такие моменты, как улучшение функциональной активности подкорковых структур стриатома на фоне приема леводопы. При разных стадиях заболевания она применяется. Особенно есть препараты, которые работают на время возникновения осложнений леводопа. Осложнения очень грозные. Они возникают на 4-6 год от начала заболевания. Усиливается эта дискинезия болезненная у пациентов. И, конечно, вот эти моторные флюктуации дискинезии, как контролируемое освобождение, могут подвергаться терапии только с помощью пролонгированных препаратов, которые назначаются в соответствии с теми программами лечения и подбором пациентов для этих лекарственных препаратов, которые мы знаем. Они влияют и смягчают он-ов-периоды, это леводопные препараты. Они влияют также на моторные проявления на разных стадиях, на ранних стадиях болезни Паркинсона. И применение леводопы пролонгированного действия демонстрирует снижение выраженности основных моторных проявлений на разных стадиях течения заболеваний. Препараты этого класса уменьшают количество периодов выключения и упрощают режим дозирования на поздних. Мы говорим сейчас о левокоме ретарда осина, который имеется в настоящее время в нашей стране и представляет собой золотой стандарт для симптоматического лечения болезни Паркинсона. Рекомендуется при всех стадиях заболевания, уменьшает кратность приемов препаратов в течение дня и обладает свойством уменьшать проявление феномена утренней дистонии. Новые зарегистрированные препараты здесь представлены. Это препараты будущего, это препараты, которыми будем работать, леводопные препараты, и в новейшие технологии лечения входят те классы лекарственных препаратов, о которых я говорила, и которые влияют на осложнение течения. Сейчас в связи с современными данными о COVID, о вакцинах, мы с надеждой ожидаем, может быть, вакцина против альфа-синуклеинового протеина при болезни Паркинсона будет разработана. Я хочу поблагодарить всех своих коллег, которые работают в нашей проблеме в Украине. Здесь они на этой карте Украины есть. И хочу поблагодарить особо компанию Осина, которая дает нам возможность иметь полный портфель лекарственных препаратов для лечения наших пациентов. С помощью компании Осина нам удалось издать рекомендации нашего института для диагностики и лечения болезни Паркинсона дважды. Ну и вот, благодарю вас за внимание.